Ритуальный креатив шокировал южноуральцев. Памятник с портретом Жанны Фриске появился на одном из челябинских кладбищ. Фотографии с изображением надгробия с певицей появились сначала на одном крупном развлекательном портале, а затем облетели все соцсети. Неужели так похоронщики рекламируют услуги? Возмутились поклонницы, певицы и пользователи интернета. Да еще и во вторую годовщину смерти звезды. Судя по снимкам, фону фотографии и рисунку заборной решетки, надгробия могло стоять на Успенском кладбище. Возле административного здания как раз выставлены памятники. И теперь после шумихи в интернете в одном из рядов не хватает одной плиты. Но сотрудники ритуальной фирмы утверждают, никакого памятника Фриске здесь якобы и не было. У нас там стоял памятник на молодого человека. Фамилию не буду говорить, то есть у нас заказчик был, установка его была на городском кладбище. Полтора метра высотой он был, а вот как бы этот фон. А что, у нас уже здесь место-то получается? Ну, объяснить не могу вам. Пляски на костях решили нажиться на трагедии. Такие комментарии оставляют под фото пользователей соцсети. Именно сегодня годовщина смерти знаменитой певицы. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. И сейчас СМИ облетело открытое письмо мамы певицы, которое она написала накануне, обращаясь к своей дочери. В письме Ольги Владимировны просит прощения у Жанны. Рассказывает, что сын Платон очень похож на певицу, а отец поп-дивы борется с болезнью. Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски, бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше, а проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас, мы не хотели, чтобы так получилось. Напомним, у Жанны Фриске была неоперабельная опухоль, и больше года певица боролась заболевать.